Всем привет! Рада приветствовать вас в магазине IKEA Нижний Новгород. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы снимаем для вас обзор по серии модульных кухонь Knux Holt. Сейчас мы с вами находимся в интерьере. Это небольшая кухня, ну как небольшая, нормальная. 8 квадратов для, в принципе, старого типа квартир, даже большая. Сейчас мы сначала с вами посмотрим несколько кухонь в интерьерах, как это может быть, например, в вашей квартире, а потом отдельно рассмотрим каждый модуль, расскажем по ценам, по цветам и так далее. Значит, смотрите, почему Knux Holt? Ну, во-первых, это просьба подписчиков. Knux Holt более доступен, в отличие от кухонь метод, либо метод, кому как удобно. Да, из них, конечно, такой красоты не сделать. Можешь показать, например, вот такую вот кухню с островом, вот эту вот кухню стоит 200 тысяч, без учета сервантов. Ну, не каждая семья может себе это позволить, да. Вот такая кухня стоит 13 тысяч. Это без учета раковины, сифона, то есть вот мебель раз, два, три. То есть это более доступный вариант, особенно если это съемная квартира, молодая семья. Да, метод, конечно, красивый из них, можно всякую красоту делать, но сегодня мы рассказываем о других кухнях. Значит, что из себя представляет серия Knux Holt? Это готовые модули. То есть мы не можем ни убавить, ни добавить. Вот если вот этот модуль размером метр двадцать, мы не можем ничего с ним дальше сделать. Вот он как есть. Так, возьму сейчас брошюрку, чтобы не быть голословной. Что у нас сюда входит? Кстати, в брошюрке никакой информации нет только про смеситель. Ну, значит, будем разбираться сами. Ассортимент мы знаем. Так, вверх. Да, я не ошиблась, это метр двадцать. Значит, смотрите, два отдельных шкафчика. 60 на 60, глубина 31 сантиметр, вес 15 килограмм данного шкафчика. В комплектацию входит одна полка, то есть либо вы ставите наверх, полку либо вниз, в зависимости от этого регулируется пространство. Что бы сделала я? Можно купить мебельный щит, либо в магазине Леруа, по-моему, в Леруа точно, в Костараем, по-моему. В общем, практически в каждом строительном магазине можно купить мебельный щит, по вашему размеру его напилят. Вот такие вот мебельные чопики, на которых крепятся полки, если я не ошибаюсь, продаются в любых магазинах строительных, да? Ну, строительный, крепежный магазин. Тем самым можно, если необходимости в этом есть, например, вам не нравится пользоваться такими большими контейнерами, чтобы место не пропадало, вы можете модернизировать. Какие минусы у верхних ящиков? В отличие от кухон-метод, нет сушилки, то есть сушилку нужно будет подбирать, либо вы просто складываете, как вот, например, посуду друг на друга, то есть посушили, помыли, просто сложили. Ну, тут кому как удобно. Кстати, я сейчас таким образом хранил посуду, мою, сушу отдельно, потом просто складываю в шкафчик. Вот такой один шкафчик стоит 1300. В комплектацию сразу входят петли, полка. Единственное, что ручки, которые входят в комплектацию, нет, ручки отдельно, не входят, да, ручки не входят в комплектацию, ручки сразу покупайте, не самые бюджетные, вот смотрите, потом мы вам покажем, с более дорогими ручками кухня смотрится совершенно по-другому. Ну, ручка это вишенка на торте. Или нажимные механизмы, да. Так, давайте по нюансам. Пойдем сюда поближе. Значит, что у нас представляет из себя каркас? Дверца. Это ДСП, меламиновая пленка, задняя стенка ДВП, акриловая краска. В принципе, неплохо сделанный край. Это испачканно. Нет доводчиков, но есть вот такие вот силиконовые стопорочки. Звук слышно будет? Вот примерно как закрывается. То есть стопорочек тормозит, совершенно бесшумного закрытия нет, петли с плавным ходом. Плавного закрыва нет. Плавного закрыва нет, но сам ход у петель плавный, то есть они не резкие. Ну, почему? Резкие. Ну, звук нормальный. За счет буфера. За счет буфера, то есть вот амортизирует. Так, это верх, то есть здесь не один модуль, а два шкафчика по 1300. Низ. Напольный шкаф с дверцами, ящиком метр двадцать. Значит, смотрите, столешница уже входит в комплектацию. Выпила под раковину нет, поэтому это придется делать самим лобзиком, либо приглашать мужа на час. А мужа самого нету? Ну, знаешь, ситуации всякие. К нам, например, обращалась клиентка, у которой нет мужа. Мы ей рекомендовали сборщика, который с нами работает. Так, смотрим, что внизу. Вот здесь, в принципе, была полка. Ее почему-то либо убрали, ну, просто убрали, да. То есть полок здесь две. Можешь как-то туда подлезть? Видно все? Ну, замечательно. Так, это коленка, которая по тысяче. Не помню название. Что-то меня сегодня... Мы уже не первый обзор, ребят, снимаем, поэтому, честно, уже это, немножко мозг тупит, плюс не спали ночью. Ну, ладно, Террика. Так, в общем, кто вспомнит название коленки, напишите. Завтра на сайте сама подпишу. Недавно клиентка брала такую кухню. Собирали они вдвоем с мужем, маме брали. Нам по стороне осталось вот от этого сифона, что все хорошо подходит, замечательно загибается, то есть пробка водяная, как надо стоять. Никакого запаха, в отличие от вот таких вот сифонов, которые, ну, просто, допустим, там в техническом магазине продается. Вот сюда бы я, например, поставила варьеры выдвижную полку, то есть можно организовать хранение так, чтобы здесь ящики для овощей какие-то, но здесь вот стоят просто корзины, контейнеры, варьеры под мусор. Так, а теперь идем сюда. Полка, ящик. Ящик усилен. Как железку снять из них? Уже не вывалится, это заранее сделано. Внутри лоток студия. 31 на 50, но сюда можно и более глубокий положить. То есть хороший, полноценный ящик. Закрываем низ. Так, идем сюда. Соколь у нас идет в комплектации, то есть его убавить, добавить, ничего с ним сделать нельзя. Есть маленькие регулируемые ножки. Это для уровня, для выравнивания, если не ровный пол. Со стороны вообще замечательно смотримся, стоим на коленках возле кухни, ползаем по коврику, по которому ногами ходят. Так, значит, вот такой модуль. Вот смотрите, даже без этого верха получается 6300, 7300, 8300, 8900. Вот сюда. Нет, это вот эти вот два модуля и низ без крана и раковины. 8900. Адекватного, хорошего качества. Смотрите, давайте на лешницу еще посмотрим. Жалко раковину не достать, потому что здесь уже уголок фейка при делу. Столичница окраиненная. Ну, вот видите, то есть концы могут появиться. Как наш сборщик рекомендует, когда собираете эту кухню, максимально пройдите силиконовым герметиком. Вот какие места только можно, чтобы все это было закрыто. Дальше в этой кухне стоит стандартная духовка, стандартная плита. Я так подразумеваю, это не 60, это, наверное, 80, да? У меня где сантиметровочки нету? Подожди, вот 60. А, нет, полотенце закрепленное не получится. Да, кстати, 60, то есть получается метр двадцать, 60, метр восемьдесят. И вот такая сороковочка. Напольный шкафчик с ящиком, стоит 3 600. Темновато здесь, да? Нормально? Выдвигается ящик один, второй, довольно-таки глубокий, кастрюли, сковородки, здесь замечательно можно хранить. И точно такой же третий. Кухня Клусхольд, это белая, есть белый глянец, есть серая и есть под дерево. Сейчас мы с вами их посмотрим. Размеры одинаковые у всей кухни, отличаются цветом столешницы, цветом фасадов. Ну и само качество исполнения все-таки разное в зависимости от цвета. Кухня Клусхольд под дерево, серый. Значит, каркасы, фасады, ручки, полки, ящики, петли, столешницы, цокари, ножки. Опять так же два ящика, только здесь уже целиковый. 120 на 75. Там мы смотрели 60 на 60, здесь 120 на 75. Опять же, спокойно можно еще полку куда-то. Ну, хотя раз. Нет, здесь уже полку не поставишь, только если делать отверстие, да, чтобы просверливать. Вот такой вот модуль. 3 200 стоит. Тоже стопорочки. Вот покажи, пожалуйста, поближе фактуру. Вот мне вот в этом цвете больше всего кухни нравится. Ну и плюс белый глянец. Она как-то и дорого, что ли, больше выглядит, да? То есть вот такой... Если у нее сразу заменить ручки, вот это вот самые дешевые ручки, которые у Икеи есть, по 30 рублей за пару. Есть более дорогие ручки, то есть кухня будет смотреться по-другому. У кухни цветом под дерево столешница серая. Столешница по отзывам клиентов хорошо моется, устойчива к вытиранию, к всевозможным, то есть условно, да, готовим там доска, ножик, молоток для мяса, да все что угодно. Горячее поставили. То есть нет таких вот вспучиваний, как, например, у кого, может быть, есть на давнишней серии кухни Альбру, они вспучиваются от воды у серии Кнухсхольд, но пока таких нареканий нет. Так, значит, нижний модуль точно такой же, какой мы смотрели у белой, то есть все то же самое, но, посмотрите, белая стоила 6300, а серая стоит уже 7, то есть от цвета зависит и цена. При этом каркасы у них одинаковые белые. Так, Кнухсхольд белый глянец. У белого глянца уже другие фасады. Вот смотрите, как в кухне смотрится с другими ручками. Вот особо от методы и не отличить. Сейчас мы покажем для сравнения белый метод. Здесь ящик, шкафчик 60 на 60. Цена по сравнению с матовым, матовый стоит 1300, а глянец стоит 2200, то есть разница практически в два раза. Ну и решать вам, хотите вы переплачивать или нет. А плюсик нарисован, что внутри что-то лежит, хотя фактически обычный плюсик на нажимные механизмы. Нажимного нет. Так, значит столешница у нас серая, у белого глянца, ящики точно такие же. То есть здесь со стыком на два модуля. Когда вы будете стыковать, покажи, пожалуйста. Моя камера села, мы теперь на дну работаем. Вот этот стык вы идеальным не сделаете, то есть он так и будет. Либо стыковочную планочку можно стыковочную, переходную сделать. То есть все равно целиком модуль, это не единая столешница, когда от края до края целиком столешницу закрывает. Так, вот этот шкафчик уже стоит 9000. 6300 стоит такой же матовый, серый стоит 7, глянец стоит 9000, решать вам, хотите переплачивать или нет. 5400 стоит выдвижной. Ну, вот этот модуль с выдвижными ящиками. Давай покажем фасады поближе. Я думаю, нам потом и выставочные показывать. Нечего будет, мы все сейчас покажем, да? По отпечаткам задавали вопрос, остается или нет. Давай вот здесь вот кто-то. Вот, кстати, чем-то испачканно, что-то наподобие жвачки, вот я спокойно оттерла. Пятна, ну, пальцы, да, вот, то есть прям вот. Она пленка, что ли? Нет, это не пленка. А вот это что? Где? Край. Это край. Так, белый матовый мы смотрели. Вот, покажи, пожалуйста, как уже с другими ручками белый матовый смотрится. Согласитесь, немножко другой вид. Вот, и посмотрим, давайте еще серую кухню. Ну, скульд. Тоже она мне нравится. Читание, хорошая. Столешница, такое ощущение, что это бамбук. Кстати, вот со стыковочной планкой, как смотрится, два модуля. Эту кухню можно сделать и углом. То есть у вас фактически здесь метр восемьдесят модуль. Кто-то отодрал ценник. Да, метр восемьдесят. Тринадцать тысяч стоит, то есть вот этот модуль. Получается, вот это пространство у вас не задействованное. Вы хотите, если вы хотите угол со столешницы, вы теряете вот эту внутреннюю часть шкафчика. Сейчас мы вот здесь откроем. Вот стенка. То есть окошко-то в Европе. В Европу? Угу. А, нет, оно есть окно в Европу. Ну вот смотри, вот, видишь угол. Вот что там хранить? Девчонки, на самом деле, я думаю, мужчины вряд ли будут это видео смотреть, поэтому обращаюсь к девочкам. Ну, хотя, может быть, и посмотрят. Глубоко, неудобно. Вот честно, я не знаю, что там хранить. Если какие-то запасы, которые редко оттуда достаются, ты даже контролировать не сможешь. Поэтому, ну, я не знаю, подумайте. Нужен этот угол, не нужен. Как-то... Мне вот он не совсем нравится. Функциональность теряется, то есть теряется фактически чего-то. Ну, 60 сантиметров теряется. Так, дальше здесь стоит модуль метр двадцать. Он стоит девять тысяч. То есть он точно такой же, как белый, под дуб, отличается только... Ой, под дерево. Отличается только фасадом, цветом, размеры точно такие же. Вот о чем я вам говорила в начале видео. Можно... О! Бесплавного хода, да? Без доводчиков-то, хорошо. Хлоп из носка. Вначале. Да, кстати, вот для сравнения. Вот здесь буфера нет вообще. А, нет, есть. Вот с буфером. Слышно звук? Закрывается с буфером. Ребят, не надо говорить, что мы там громим интерьер или что-то. То есть у вас тоже должно быть понимание. Для этого интерьер сделан, чтобы покупатель мог по-всякому его поэксплуатировать. Закрывается с буфером. Без буфера. С буфером. Звук все-таки разный. Так, и вот такой вот выдвижной модуль. 5400 стоит. Давай поближе снимем кромку серого цвета. Очень схожа, примерно схожа по цвету с фасадами будин. Приходила как-то клиентка, говорила, что родственники купили в Икеа кухню серую, фасады будин серые. И начинают мне показывать. Я понимаю, что это кнуксхульта. Ей не сказали, что купили там за 100 с лишним тысяч по пакту. То есть кухня у них в районе 40. То есть примерно вот такой модуль, как вот здесь. То есть полностью большой низ. Метр восемьдесят. Метр двадцать сорок. Метр шестьдесят. Верхушка. Еще у метра восемьдесят. Вот такой нижний ящик. Вот это мне очень нравится. То есть под духовкой всегда не хватает чего-то. Да, если вы встроенную духовку ставите. Так, ребят, по нюансам. Тонкая столешница. Столешница 2,8. Для того, чтобы встроить индукцию и духовку под нее вниз, то есть как вот здесь, да, допустим, желательно еще один сантиметр. Многие говорят, что разъединяет. То есть духовку ставят в другой модуль, варку оставляют здесь. Ну вот Икеа вот так показывает. Не указано, какой духовой шкаф. На память я его уже не вспомню. Так, пойдемте посмотрим кухню Кнухсхульт. Как они представлены не в интерьерах, а просто в общем виде все варианты. Пока шли, для сравнения наткнулись на белый метод. Да, целиковая столешница. То есть совершенно по-другому все это выглядит. Очень много можно всякой-всячины напихать в кухню. Ну согласитесь, девочки меня поймут. Особенно кто живет в небольшой кухне, просто со шкафчиками. Выдвижные корзины, куда можно все рассортировать. Большой ящик под духовым шкафом. В принципе, Кнухсхульт это тоже все есть. Посудомойка. Сейчас угол полноценный, которым можно пользоваться. Но вот эта кухня, 2,60 на 2,05, ребят, выходит 116 тысяч. То есть кто-то может позволить себе, кто-то нет. Поэтому выбор есть. Можно, кстати, серию метод можно собрать вполне недорого, что-то в районе 30 тысяч, но если это не сильно большая кухня, с самыми бюджетными фасадами. Еще один интерьер с кухни Кнухсхульт. Под дерево серый. Не указано, сколько квадратов кухни. Ну ладно. Значит, у нас здесь состыкованы так же два... Здесь у нас так же состыкованы два угловых модуля. Метр восемьдесят. Метр восемьдесят ли? Да, метр восемьдесят. И метр двадцать. Угол так же теряется. То есть по него особо не подлезть. Плюс дополнены верхом. Верхние узкие шкафчики. Как я понимаю, данная вытяжка теперь не продается. Это одна из лучших вытяжек в Икеа была. Она занимает мало места. Мы снимали обзор по вытяжкам. Можете посмотреть. Да, понимаю она. Нет, она только на... А, нет. То есть готовим. Ну, кстати, смотри. Вот то, что клиенты говорили, что нельзя встроить. Вон индукция встроена. Вот встроена газа. Полноценная... Полноценная духовушка. Мне кажется, можно даже 2,8. И киевские столешницы 3,2. Не обязательно 3,8. Этот момент надо уточнить. Вот такой вот угол. Ну, насчет угла я вам уже сказала. Думайте, да, как вот это будет выглядеть. Пойдемте сейчас покажем Кнухс Кульд. Просто вот, ну, все варианты, да, каких шкафчиков есть. Мы дошли до конца экспозиции кухни. Здесь представлены все варианты Кнухс Кульд, какие только могут быть. Значит, это у нас столешницы. Крупно видно? Или открутить блямбочки? Нет, они не откручиваются, они прилеплены. Кто-то уже отодрал, да? Это варианты фасадов. Здесь только нет белого глянца. Так, это ручки. По ручкам будет отдельный обзор. Значит, теперь давайте смотреть по размерам модулей. Ширина 40. Он есть во всех цветах, во всех размерах. Точно такой же есть узкий пенал. 40 на 75. Фактически он идет именно под этот модуль. Дальше. Метр 20. И метр 20. Метр 20 на 75. Метр 20 на 80. Высота хорошей рабочей поверхности. Работать за кухней удобно. Нас подписчики спрашивали, можно ли встроить посудомойку. Ребят, ИКЕ не рекомендует, так как функционала такого нет. Но люди делают. Мы вам приложим фотографии. Но для этого нужны немножко смекалки, мышцы руками. И желание что-либо изменить в кухне. Так, еще один модуль. 60 на 60. То есть не обязательно вешать вот такой большой 75. Если неудобно, не позволяет высота, можно ограничиться 60. Здесь у нас тоже 120 на 75. То есть вы уже поняли, да, что это есть в разных цветовых решениях по фасадам. Но размеры одинаковые. Следующий модуль. Метр 80. Его мы вам показывали уже. Следующий модуль. Метр 80. То есть мы вам его уже показывали в двухугловых кухнях. То есть это место для того, чтобы устроить духовой шкаф. И вот такой модуль. То есть место под раковину. Большой выдвижной ящик. И шкафчик с полочкой. Ну и плюс выдвижной ящик под духовым шкафом. Это мы, в принципе, с вами уже посмотрели. Также угол метр 80, только в сером цвете. Да, все то же самое. Теперь уже показано, как это с сварочной поверхностью, духовым шкафом. Угол. Но я вот считаю, что даже когда вы стыкуете вот такое, ну, все-таки планочку лучше сделать. Это эстетично. И когда водичка будет все равно попадать, не будет ничего разбухать. Ну что, друзья мои, кухнях Нус Хурт, как и обещали, мы вам показали. Если вы уже пользуетесь данной кухней, пожалуйста, оставляйте комментарии. Если вы встроили посудомойку, ребят, рассказывайте, пишите, делитесь опытом. Он полезен и нашим подписчикам, тем людям, кто смотрит наши видео. И он полезен нашим клиентам, кто пользуется нашими услугами, как служба доставки. Потому что люди приходят, задают вопросы. И та информация, которую мы с опытом нарабатываем, в том числе это и то, чем вы делитесь с нами. Всем спасибо и до новых встреч.